Всем привет с канала Комрад Майор и новый у нас обзор в плейлисте моделирования это обзор немецкого пикирующего бомбардировщика Junkers U87 B2 штука немецкий пикирующий бомбардировщик времен Второй мировой который является одним из символов этой войны который прошел свой путь от бомбардировок Испании до поражения в битве за Берлин модель 1 к 72 из серии моя первая сборная модель сборка без клея но так как я такое собирал скажу о том что клей там в некоторых местах очень даже пригождаются значит размеры его составляют 15 сантиметров имеет 70 деталей и подвижный винт также кстати подвижные шасси здесь у нас есть типовой вариант сборки то есть не прокрашенный а просто собранный открыв коробку мы вытащим все ее наполнение все больше ничего нет сразу видим лист декалей остекленение кабина фюзеляжа опять стандартная инструкция чтобы мы не прогватывали пластикой аккуратнее работали с клеем инструкция звездовская а также краткая историческая справка где как раз таки всем известное название штука пикирующий бомбардировщик ю-87 получил от немецкого обозначения штурзак штурзак флюкцойк собственно и переводим его как пикирующий бомбардировщик этот самолет оказался весьма эффективным средством ведения войны благодаря возможности точно поражать цели в крутом пикирование начинается у нас сборка необычно это со сборки крыльев то есть несущего как раз обычно самолеты все начинаются с экипажа собирать сидений но далее мы видим что до пристыковываются пилот и стрелок после чего как раз таки идет установка фюзеляжа и мы видим что винт будет вращаться даже если рассверлить и сделать довольно широкие пазы для достаточного вращения то можно сделать с помощью мотора вращающийся винт после этого мы раскрываем видим как раз таки деталь которая представляет собой панель управления самолетом сборка двух больших уже собранных частей самолета установка бомбового вооружения установка шасси и установка хвостового оперения вместе с минимальной фурнитурой так и на 11 этапе сборки мы видим установку пулемета с которым у меня на прошлой модели возникли прям сложности именно вот с фиксации его на стекле после чего идет финальный этап сборки это окраска самолета то есть можно сделать либо западную европу камуфляж либо северную африку значит так переходим к обзору литников они у нас представлены двумя рамами для этого скрываем пакет здесь мы сразу видим заметные элементы корпуса это два больших монокрыла две половины фюзеляжа мы видим сразу шасси мы видим несущий винт основной также экипаж экипаж сделан интересно то есть ноги вмонтированы в кресло чтобы может быть это сделано для какого-то упрощения но мне кажется наоборот это как бы дополняет каких-то технических проблем и также здесь как раз таки бомбовое вооружение сирены антенны здесь мы еще можем видеть как раз таки саму панель управления и микро вот этот вот пулемет мг-42 который был как раз таки установлен на юнкерсах на двух литниках как раз таки умещается 70 деталей из которых получается потом именно вот такой вот самолет так как именно камуфляж западной европы я уже делал в предыдущем исполнении вот он сам самолет у которого действительно шасси вращаются винт вращается то я сделаю либо зимнюю вариацию без лыж либо сделаю именно вариацию с африканским корпусом но считаю что это довольно неплохая модель немецкой техники от звезды которая передает вот именно всю атмосферу именно вот этих немецких боевых машин с их бомбами с крестами и вот этими угольными фигурами внешнего вида поэтому тем кто хочет начать собирать авиацию именно пропеллерную не реактивную могу действительно посоветовать эта модель для сборки юнкерсы мистер шмидты фоккевульфы версии немецкий авиапарк потому что он максимально просто особенно в 72 масштабе и сложности возникнуть не должно с вами был комрад майор надеюсь вам было интересно если это так то оставляйте любую обратную связь мы на нее отвечаем также как раз таки скажу о том что можете предлагать также в комментариях какие еще модели вывести на обзор всем спасибо всем пока